Рай и небеса Боговидец Моисей, описывая в Бытийской книге «Сотворение мира», говорит, что в то же время Господь насадил на Востоке рай сладости, куда и поместил первых двух человеков, родоначальников человеческого племени. «И взя Господь Бог человека, Его же созда, и введе в рай сладости, делайте Его и храните». Согласно этому повествованию, Господь засвидетельствовал, как выше было сказано, что Царство Небесное уготовано для человека от сложения мира. «Правцы приступили в раю заповедь Божию. После преступления они внезапно изменились душою и телом, сделались неспособными пребывать в святом рае. Тогда Бог, говорит вдохновенный бытописатель, изгнал человека из рая и изринул на землю, и вселил их на ней прямо рая сладости». Слова «прямо рая сладости» приводят к мысли, что земная природа подобна раю, красотами своими, и напоминает его собою падшему человеку. «Когда видим великолепие нашего изгнания, земли невольно восклицаем. Это рай». Такое выражение употреблено и священным писанием «плодороднейшей стране Содомской, до ее превращения. Она уподоблена раю Божию». Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом. Точно таким видели рай многие угодники Божии Новозаветной Церкви. Таков он и на самом деле. «Но вещество его и природа тонкие, соответствуют естеству его жителей, духов, и потому недоступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения. Когда изгнан был из рая человек, первоначально бывший его хранителем, тогда обязанность райского стража возложена на Херувима. Душа разбойника, исповедавшего на кресте Господа, помещена в рай. Туда помещены души многих христиан, удостоившихся спасения. Этим объясняется свойство райской природы. Святый Макарий Великий говорит о людях, приобретших небесное богатство. Знают их сограждане, то есть духи святых и ангелов. И с удивлением говорят, великое богатство приобрели наши братья, находящиеся на земли. Они, эти земные братья небожителей, при отшествии из всего мира, имея с собою Господа, идут с великую радостью к небесным жителям. Обитающие же с Господом приемлют и отводят их в приготовленные им заблаговременно обители, дома и вертограды, на греческом парадизос, сады, рай во множественном числе, и возлагают на них драгоценные и знаменитые одеяния. Преподобный Григорий Синаид, ссылаясь на обидевших рай и повествовавших о нем, говорит, что он есть низшее небо, что он преисполнен благовонными садами, насажденными Богом, что древа этих садов постоянно покрыты цветами и плодами, что посреди рая течет река, его напаяющая и разделяющаяся на четыре рукава. Об этой реке упоминает и священное писание. Река же, говорит оно, исходит из Эдема, напаятья рай. Оттуда разлучается на четыре начала. Святый пророк Давид также воспоминает о воде, находящейся превыше небес. Место рая определяется священным писанием на Востоце. В таком направлении находится рай по отношению к земле. Преподобная Феодора поведала, что по ишествии ее из тела, она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к Востоку. Великий угодник Божий Симеон Девногорец видел рай на Востоке. На Востоке видела его преподобная Евхросиния Суздальская в дивном видении своем. На Восток строятся православные храмы. Православные христиане при молитвах своих обращаются к Востоку. Тела умерших кладутся по направлению к Востоку, прямо рая сладости. Тем, для которых остается недовольно удовлетворительным определение местности рая изречением писания на Востоце, отвечаем словами преподобного Григория Синаита. «Обычай есть Писанию, а недоумеваемых доселе творите сказания просто и немного опытне». Апостол Павел был восхищен в рай и потом до третьего неба. «Аще в теле или кроме тела не вем», — говорит он. «И слышал там неизреченные глаголы, их же не ледь есть человеку глаголоти». Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышают все изящное и приятное земное, что святый апостол для изображения виденного им в священном иступлении употребил следующее выражение «Око не в виде и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его». «Нам же Бог открыл есть Духом Своим». В этих словах апостола заключается печальная истина. Падение человека так глубоко, что он в состоянии падения уже не может получить сам собою никакого понятия о потерянном своем блаженстве. Грехолюбивое его сердце утратило всякое сочувствие к духовному наслаждению. Но слова эти, обличающие бедственное состояние падшего и пребывающего в своем падении, вместе с тем возвещают и радостную истину – обновление Святым Духом тех людей, которые верою и покаянием вступили в духовное племя нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Святый Дух, вселившись в человека, разрушает в нем царство греха, уничтожает невидимую внутреннюю борьбу и расстройство, водворяет мир Христов, производящий такое духовное наслаждение, что сердце, упоенное им, умирает для сочувствия к греху и начинает постоянно пребывать при Боге и в Боге. Во дворе в Царство Божие в человеке, Дух Святый нередко возводит достойных служителей своих в страны, премирные, в обители, уготованные праведником для вечного их праздника. Многие из угодников Божиих были восхищены в рай, из него проникли в небо, в небеса небес, к самому престолу Господа, окруженному пламенными серафимами и херуимами. Свидетельство этих очевидцев о рае согласно. Так преподобный Симеон Девногорец видел в раю чудные сады, видел там душу правоца Адама и душу разбойника, первого из человеков, введенного Бога человеком по искуплении в рай. Из известных нам видений святых отцов, бывших зрителями рая, с особенную ясностью и подробностью, изложено видение святого Андрея, Христа ради Юродиова, пребывавшего выше, естественно, в течение целых двух недель в созерцании невидимого мира. Он поведал сотаянику своему Иерею Никифору об этом видении следующее. «Я увидел себя в раю, прекрасном и удивительнейшем, и, восхищаясь духом, размышлял, что это? Знаю, что живу в Константинополе. Как же очутился здесь? Понять не могу. Я видел себя облеченным в самое светлое одеяние, как бы из тканное из молний. Венец был на главе моей, сплетенный из великих цветов, и я была поясан поясом царским. Радуясь этой красоте, девясь умом и сердцем несказанному благолепию Божия рая, я ходил по нему и веселился. Там были многие сады с высокими деревьями, они колебались вершинами своими и увеселяли зрение. От ветвей их исходило великое благоухание. Одни из деревьев непрестанно цвели, другие украшались златовидными листьями, иные имели на себе различные плоды несказанной красоты и приятности. Невозможно тех дерев уподобить ни одному дереву земному. Божия рука, а не человеческая, насадила их. Птиц в этих садах было бесчисленное множество, иные из них были с златовидными крыльями, другие белые, как снег, а иные разнообразно испещренные. Они сидели на ветвях райских дерев и пели прекрасно. От сладкого пения их я не помнил себя, так услаждалось мое сердце, и казалось мне, что глаз пения их досягал даже до высоты небесной. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк против полка, в то время, как я ходил между ними в веселье сердца, увидел реку великую, текущую посреди их и их напаяющую. На другом берегу реки был виноградник, которого лозы, украшенные златыми листьями и златовидными гроздями, широко раскидывались. Дышали там от четырех стран ветры, тихие и благоухающие. От их дыхания колебались сады и производили дивный шум листьями своими. Подобно этому преподобная Феодора поведала о райской обители великого угодника Божия Василия Нового, что она преисполнена была славы и имела многие сады, златолиственные и многоплодные. Святой Феодоре был подробно показан рай ангелами, ее руководившими. «И видела я, говорила она, прекрасные селения и многочисленные обители, уготованные любящим Бога, преисполненные славы и благодати. Водящие меня показывали мне отдельно обители апостольские, отдельно пророческие, отдельно мученические, отдельно обители каждого чина святых. Каждый обитель была красоты неизреченной, в широту и долготу, сказать бы подобное царь-граду, но несравненно красивейшее, со многими пресветлыми нерукотворенными палатами. Всюду в обителях тех слышен был глаз радости и веселья духовного, и видены были лики празднующих. Все, увидя меня, радовались о моем спасении, выходили ко мне навстречу, лобызали меня, восхваляя Господа, избавившего меня от сетей вражиих. Повторяем, природа земная служит только слабым образом рая, красоты которого нетленны, несказанно изящны, преисполнены священного мира и благодати. Земля, после согрешения правоцов наших, проклята создателем, и непрестанно выражает это проклятие в своих смятениях и своем нестроении, то колеблется она и поглощает целые грады и веси, то выступают на поверхность ее свирепые воды и губят целые страны, то проходят по ней бури с вихрем, молнией, громом, градом, оставляя следом своим разрушение. Человечество, живущее на ней, находится в непрестанной борьбе, и частной, и общественной, представляет собою обширное зрелище разнообразного страдания, неумолкающего труда, бесчисленных грехов, страшных преступлений, вавилонского столпотворения. Добродетель едва находит на ней тесный и скорбный приют. Неумолимая и ненасытная смерть ходит по ней и постоянно истребляет поколения человеческие, которые закон размножения, установленные для рода человеческого творцом, заменяет поколениями новыми, и будет ходить она и пожинать людей, доколе сама не погибнет вместе с разрушающимся миром. Животные, населяющие землю, восстали одни против других, непощадно истребляют друг друга. Самые стихии находятся в непримиримой вражде и непрерывном борении между собою. На земле все сражается, все страдает, все стремится к взаимному уничтожению. Какое грозное и непрерывное смятение, какое повсеместное и ожесточенное столкновение, оно неприметно или малоприметно для тех, которые всегда участвуют в нем. Но из уединения и тишины монастырской оно очевидно для странника, которого вселил Бог прямо рая сладости для непрестанного воздыхания и сетывания о нем. Если ж земля, проклятая Богом, земля, изгнание наше, страна бедствий, обольщений, злодеяний, смерти, обреченные Богом на сожжение, имеет красоты свои, нас восхищающие, то каков должен быть рай, уготованный Богом для возлюбленных его в вечное жилище и наслаждение. Око плотское не виде, плотское ухо не слыша, и на сердце, занятое одной чувственностью, не взыде, я же уготова Бог любящим его. Нам же Бог открыл есть духом своим. Святый Андрей был восхищен не только в рай, но подобно святому апостолу Павлу и до третьего неба. Вслед за выше приведенным повествованием о рае, он продолжал свое сказание так. После этого напал на меня ужас, и я ощущал, что стою превыше небесной тверди. Юноша с лицом подобным солнцу предшествовал мне. Я последовал за ним, и вот увидел крест, прекрасный и великий, видом похожий на радугу. Вокруг него стояли певцы огнезрачные, как пламень, и пели сладкую песнь, прославляя Господа, распявшегося на кресте. Предшествовавший мне юноша, приступив ко кресту, облобызал его и подал мне знак, чтобы я сделал то же. Я припал ко святому кресту со страхом и радостью великую и усердно лобызал его. В то время, как я его лобызал, насытился неизреченной духовной сладости и обонял большее благоухание, нежели в раю. Миновав крест, я посмотрел вниз и увидев под собою бездну, потому что мне казалось, что я хожу по воздуху, начал пугаться и возопил к руководившему меня, боюсь, чтобы мне не низвергнуться в глубину. Он, обратясь ко мне, сказал, не бойся, нам должно взойти выше и подал мне руку. Когда я схватился за его руку, мы очутились выше второй тверди. Я увидел там дивных мужей и покой их, и радость праздника их, не изглаголанного языком человеческим. После этого мы вошли в чудный пламень, который нас не опалял, но только просвещал. Я начал ужасаться, и опять, руководивший меня, обратился ко мне и подал мне руку, говоря, нам должно взойти и еще выше. С этим словом мы очутились выше третьего неба, где я увидел и услышал множество небесных сил, поющих и словословящих Бога. Мы пришли пред завесу, блиставшую как молния, пред которую стояли страшные великие юноши, подобные пламени огненному, лица их сияли паче солнца, и в руках их было огненное оружие. Кругом со страхом предстояло бесчисленное множество небесного воинства. Руководивший меня юноша сказал мне, когда отымется завеса и увидишь владыку Христа, тогда поклонись престолу славы его. Услышав это, я вострепетал и возрадовался, меня объяли ужас и неизъяснимая радость. Я стоял и смотрел, когда отымется завеса. Ее отъяла некая пламенная рука, и я увидел Господа моего, как некогда Исаия пророк, сидящего на престоле высоком и превознесенном, окруженного серафимами. Он был облечен в багряную одежду, лице его сияло неизреченным светом, и он с любовью обратил ко мне свои очи. Увидев его, я пал пред ним на лице мое, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы его. Какая же тогда отведение лица его объяла меня радость, того невозможно выразить, так что и ныне поминая это видение исполняюсь неизреченной сладости. В трепете лежал я пред владыкою, удивляясь столикому его милосердию, что попустил мне грешному и нечистому человеку прийти пред него и увидеть божественную лепоту его. Я исполнился умиление, размышляя о моем недостоинстве, и рассматривая величие моего владыки, повторял в себе слова Исаии пророка «О окаянный аз, як исподобихся человек сый, и нечистый устне и мы, Господа моего, очима моим и видите». И услышал я, что премилосердый Творец мой изрек ко мне причистыми и сладчайшими устами своими три божественные слова, которые столько усладили мое сердце и столько разожгли любовью к нему, что я весь таял как воск от действия теплоты духовной. И исполнились надо мной слова Давида «Бысть сердце мое яка воск таяй посреди чрева моего». Потом все воинства воспели песнь придивную и неизреченную. После этого, не знаю как, я очутился опять ходящим в раю. Пришла мне мысль, что я не видел госпожи Пресвятые Богородицы. И вот вижу некоего мужа, светлого как облак, носящего крест и говорящего мне «Ты захотел видеть здесь Пресвятую Царицу Небесных Сил? Ныне нет ее здесь. Она ушла в многобедный мир помогать человекам и утешать скорбящих. Я показал бы тебе ее святое место пребывания, но теперь уже не время. Тебе должно возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает владыка. Когда он говорил это, мне показалось, что я сладко уснул. Проснувшись, я увидел, что нахожусь на том же самом месте, где был прежде. Из этого видения святого Андрея видно, что рай есть ближайшая к земле небесная обитель или первое небо, превыше которого находятся другие небеса, воспетые духоносным Давидом, называющим их небесами небес. В этих горних обителях пребывают ныне души праведников, сообразно достоинству своему. К этим горним обителям будут восхищены праведники по соединении душ с телами, воскресением, на облацах в сретении Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем. Над ними повторится искупленное и возвращенное роду человеческому спасителям восхищение с земли и взятие в рай Адама. Святые тела их, не только души, обновленные и воссозданные Бога человеком, соделаются способными к такому восхищению и взятию на небо, как способно было к нему тело первозданного человека. Видение святого Андрея, так как и все подобные видения других угодников Божиих, служат доказательством и объяснением вышеприведенного мнения святого Макария Великого, что ангелы и души имеют свой вид и образ, и что этот образ есть образ внешнего человека. Столько сходный образы тела и образ души, что святый Андрей не понимал ясно, восхищен ли он был в теле или вне тела. Приведем собственные слова его, как они передаются Иереем Никифором в пространном жизни описании. «Я видел себя, говорит святый Андрей, как бы без плоти, потому что я не чувствовал плоти». Далее святый поведает об одежде, которая была на нем, причем исчисляет телесные члены. Возвращаясь к объяснению своего состояния, святый сказал, «По-видимому, я был в теле, но не чувствовал тягости телесной, не чувствовал никакой телесной потребности в течение всех двух недель, в которой продолжалось восхищение. Это приводит меня к мысли, что я был без тела. Не знаю, как сказать достоверно. Достоверно ведает это сердцеведец Бог. Святый видел ангелов в образе светлых мужей и юношей. Он беседовал с ними. Руководивший его ангел несколько раз подавал ему руку. Ангелы, предстоявшие завесе, имели образ юношей высокого роста, грозного вида, с пламенным оружием в руках. Поведая об ангелах, исчисляя члены их, лице, глаза, руки, ноги, как бы усиливаясь объяснить самую природу их, святый сказал, что они тела бесплотные, или, по пониманию нашего времени, газообразные. Святый Андрей видел устроение и природу горних обителей, соответствующую их бесплотным жителям, несравненно превосходнейшую всего того, что знает и что может представить себе плотской человек, пригвожденный к земле, необновленный и невоспитанный духом святым, а потому неспособный проникнуть в таинство будущего века. Продолжение следует...